Ни шатка, ни валка, а потом очередь такая, что не хватает времени всем. Всем доброго дня. Беларусь, Брестская область, город Брест. Инвестор. Хотела несколько вопросов по поводу... Вот я уже здесь второй год на вашем таком экофесте, на нашем экофесте, на нашем празднике. Но вот хотелось бы проехаться на Юникаре. И почему-то не всех пускают. Вот вопрос такой. И второй вопрос по городу Бресту. Побольше рекламы, побольше информации. Нету ни презентации, ничего. Реально. Люди не знают. Люди не знают. Люди не верят. Может, какое СМИ информация. Может быть, на телевидении, чтобы Беларусь хотя бы знала. А узнают Беларусь, дадут информацию и дальше. Город Чехов. Я в Подмосковье тоже проживала. Там тоже об этом не знают. Вот как бы мой такой вопрос. Побольше информации. И как прокатиться? Пожалуйста. Спасибо. Подвижной состав работает в тестовом режиме. Там нельзя много прокатить. И они всего по одному земляру. Не оборудованы достаточно хорошо станции, вокзалы. Потому что здесь же только моделирование станции. Здесь нет настоящей станции. Поэтому, извините, но больше, чем 2100 человек мы не можем прокатить сегодня сзади. Это было известно. Нет. Так дело в том, что это не я распределяю. Поверьте, это не я делаю. Это на самом деле, понимаете, вы... Многие путают нас с неким инвестиционным фондом. Мы инженерная компания. Мы инженеры. Никаких инвестиций мы не привлекаем. Никакую рекламу мы не даем, кроме технологической рекламы. Это дают рекламу фонды инвестиционные, которые привлекают инвестиции. Не мы. Поэтому неудивительно, что нет рекламы о нас нигде. А вы знаете, есть реклама о Белорусском государственном университете, допустим. Или о Белорусской академии наук. Или там Минск проект. Мы... Вот эта категория... Вот мы, да? Нет. Ну, там были специальные... Правила, по которым... Ну, было предназначено, кто поедет. Я в этом не участвовал. Это вопрос никому. Микрофон номер два, пожалуйста. Анатолий Иванович, у меня нет вопросов. Я, на самом деле, получаю все ответы на вопросы на вебинарах. Я хочу сказать, выразить огромную благодарность Богу за то, что Он хранил мечту в вашем сердце на протяжении всех этих долгих годов. Потому что, на самом деле, по-человечески вы могли миллион раз сдаться. Спасибо. За то, что Он давал вам силы, мудрости, долготерпения дойти до сегодняшнего дня и сделать все то, что мы видим. И мы молимся о том, чтобы Бог даровал вам просто долгие-предолгие годы жизни, крепчайшее здоровье, чтобы был выигран справедливо каждый суд, в котором мы сегодня участвуем все вместе. И чтобы было правильное видение, с кем двигаться, с кем работать, в каком направлении и с какими людьми. Слава Богу за вас. Спасибо. Ну что, это говорит о том, что речь была исчерпывающей, и отсутствие практических вопросов говорит о том, что всем все понятно? Желающий возле первого микрофона, я вижу. Так микрофон там. Так микрофон там. Добрый день. Роман, город Краснодар. Технический вопрос. Возможно ли физически поставить юнибайк на колеса, для того, чтобы он подъезжал к дому, как такси забирал человека, подсоединялся к станции и дальше отвозил по путевой структуре до нужной станции, отсоединялся и подвозил опять к дому? Чтобы не идти километра по холоду, дождю, солнцу и так далее? Возможно, безусловно. А самолет приспосабливать под старые, как нельзя автомобиль приспосабливать под, допустим, телегу с лошади. А самолет приспосабливать под автомобиль. И нам это не нужно делать. Это неэффективно и неоправданно. А это возможно. Но это, если кто-то захочет за отдельные деньги, мы можем проектировать и сделать для него. Все. Вот это вот очень важно вам. И второй вопрос по стальной головке рельсы. Так как ее до сих пор здесь нет уже на второй год, все задаются вопросом, почему? То есть там какой-то технический вопрос или еще планы меняются? Нет. Дело в том, что рельсы – это условное название. Головка рельса – это поверхность скачения. Почему вы представляете головку рельса, как уже дорожного рельса? А ну просто она везде декорирует. Нет, это нет. Головка рельса – это значит, что у нас же дорожная. Головка рельса у нас очень труба. Это и есть головка рельса. Но мы не можем сегодня сделать свой рельс. Это то, что сделано, не очень подходит. Но это есть в промышленности, где можно купить. Если мы начнем делать свой рельс, то все инвестиции уйдут на это. Будет рельс, но не будет ничего другого, кроме рельса. Потому что те же дорожники научились делать рельсы за 200 лет. Вы знаете, сколько денег они вложили, чтобы эти рельсы были ровными? Чтобы появились прокатные станы, металлургические заводы и так далее. Поэтому мы идем по другому пути. Используем то, что есть, и делаем свой рельс. Ну вот, но это чуть позже. И поэтому то, что есть, вы заметили, наверное, и задавали себе вопросы, почему там постукивание, почему пошатывание и так далее. Ничего удивительного в этом нет, потому что та же труба, которая используется в качестве рельса, головки рельса, она получается с полосы. Когда мы полосу начинаем гнуть, чтобы сделать профиль, появляются неровности поперечные и продольные. Потом труба не может быть ровной. И поэтому появляются микронеровности, на которые сообщное колесо и стучит, которые практически нельзя убрать. Когда у нас будет свой рельс, этого не будет. И в следующем году уже в Эмиратах мы уже будем ездить по своим рельсам. Эта работа ведется, но она не делается так быстро, как хотелось бы. То есть я разумно распределяю инвестиции. Все понятно. И еще вопрос. По прокладке трассы через лес, лесополосу и так далее, обязательно ли вырубать полностью растительность и деревья, как это делают при прокладке электрокобелей? Ну как вы думаете, вот суперлегкую дорогу, там надо рубить лес? Очевидно, что нет. Микрофон номер два. Россия, Орел, Валентина Полянская, консультант. У меня такой вопрос по адресному проекту. Как нам продвинуть? У нас, значит, одна река Акар и город удлиненный. И в основном население возят с одного конца города в другой. Это будет, например, знаменка, микрорайон, стали прокатный. Вот, как нам продвинуть адресный проект? У меня уже и правительство Орловской области, городской департамент, как бы, в курсе событий поддерживает меня. Вот, это, департамент градостроительства, депутаты. Вот, только вот, как бы, эту комиссию, эту команду, чтобы она к вам попала, и, как бы, вы уже с ней вели переговоры. Вот, подскажите, пожалуйста. Хорошо. Понятно. Одного желания, чтобы появился адресный проект, недостаточно. И самое сложное в любом проекте, это, на самом деле, не желание, чтобы этот проект был реализован, а инвестиции. Если на проект не будет денег, то он никогда не будет реализован. А будут деньги или нет на проект, то зависит от того, насколько он будет эффективен, от бизнес-плана и технико-экономического обоснования. Эта работа никем не делается, и, естественно, никакой инвестор в этот проект не пойдет. Для того, чтобы реализовать любой адресный проект, первое, что должно быть сделано, должен быть сделан анализ, а необходимо ли это с технико-экономических соображений, будет ли это купаться. Для этого надо готовить бизнес-план. И это надо тем, кому это нужен проект, а не нам. И таких проектов могут быть миллионы. Мы не можем предлагать по всему миру эти проекты. Так же, как автомобильная дорога, она нужна в любом месте. В любом. Подойдите к карте, к ней, закройте глаза, кнете пальцем, куда палец попал туда, там нужна автомобильная дорога. И она есть уже. За сто лет построили. И, опять же, если ткнуть пальцем любую точку земли, и там тоже нужны дороги Skyway. Но это и значит, что она там появится, даже как не значит, что автомобильная дорога должна была сама появиться. Значит, кто-то должен заказать ее, кто-то зафинансировать, и тогда она будет построена. Так и здесь. Спасибо большое за ваши вопросы и за ваш ответ. Владимир Владимирович, они хотят, может, но расширить, расширять некуда. И поэтому пробки сплошные. И предлагаем, конечно, вот это только Skyway. По второму уровню упустить общественный транспорт. Вы слышите, если не будет денег на проект, его никогда не будет. Не важно, это нужно, не нужно. Самое сложное здесь финансирование, инвестирование в проект. Вот этот вопрос должен быть решен. Спасибо большое. У нас мало времени. Пожалуйста, микрофон номер три. Молодой человек, несмотря что такой большой и сильный, не бойтесь его, он добрый. Подходите, потому что распределились неравномерно. Мы будем первый, второй, третий. Добрый день, Анатолий Эдуардович. Это город Вологда. Ну, естественно, Россия. Очень рад за свидетельство, очень вам глубочайшее уважение к профессионалу самого высокого класса. И вопрос такой, даже не только вопрос, просто хотелось бы узнать ваше видение. То есть, сейчас уже проект, он уже даже не комок, и уже даже не снежный комок, уже похоже на начало лавины. А штат, хоть и великолепные мастера там, и профессионалы тоже большие своего дела, но их все равно ограничено. И как, вот, как вы видите, дальше справляться, начиная от изысканий, там, камеральная обработка, поле работы, геология и адресия, потом проектирование, потом монтаж линий, и дальше, конечно, подвесного состава изготовления. Это же просто огромный объем. У вас будут субподрядчики как-то смотрятся. Или как это будет? Мы развиваемся, и развиваемся очень быстро. Я говорил об этом так. Сейчас уже только инженеры у нас больше 600 человек, хотя 3 года назад я был один сотрудник. И, естественно, мы дальше должны развиваться еще быстрее. Потому что для того, чтобы проектировать миллионы километров дорог и строить, а это время наступит, лет через 10, то в нашей компании должно работать более 100 тысяч человек. Нет, это значит, будут подразделения по всему миру, филиалы и так далее. Но если мы будем отдавать на сторону проектирование, строительство полностью, то мы потеряем бизнес. И вы, акционеры, потеряете свои инвестиции фактически, дивиденды и так далее. Поэтому держать это все в своих руках. И, естественно, у нас будут субподрядчики. Они есть в Эмиратах, уже у нас есть консультанты, через которых мы работаем. Это те организации, которых правительство назначено. Мы через них работаем. И есть уже субподрядчики, которые будут делать металлоконструкции, будут делать бетонные работы, будут делать геодезические изыскания, геологические. И вот это все. Зачем? А там мы будем на местах силами тех местных организаций делать. Строительство тоже, там же разные есть этапы строительства. Допустим, бетонные работы, фундаменты. Зачем нам это делать? Это будут местные делать. А вот натяжение струн, анкировка, какие-то другие вещи, где есть ноу-хау и так далее, будем делать мы. И тогда контроль будет за нами. И поэтому, так же, как, допустим, компания Boeing, у нее 10 тысяч поставщиков. 10 тысяч. Они не делают там крылья, двигатель, шасси. Зачем? Они собирают самолет с деталей, взятого со всего мира. И этот самолет американский. Это Boeing сделал. Таким образом работал. И, естественно, будем свое производство развивать, в том числе в Эмиратах, где мы хотим уже серийное производство организовать. И в то же время будем использовать для изготовления подвижного состава, там, металлоконструкций, субподрядчиков по всему миру, партнеров, которые уже у нас есть сегодня. Как попасть в подрядчик? Нет, так... В Эмираты вы никак не попадете. Это через консультантов, которые правительство назначают. А если в Беларуси нет заказов, то зачем нам здесь субподрядчики, да? Или в России, если, допустим. Вы откуда сами? В Волоке, да, Россия. Но если в России пройдут проекты, мы, естественно, будем искать партнеров в России, они уже тоже есть у нас. То там на основе, опять же, конкурса. Если вы выиграете у других, то будем с вами работать. Вопроса нет. Потому что инвесторы поймут, и когда мы выбираем наиболее эффективно субподрядчиков, так же? Цена, качество, сроки строительства и так далее. А нет. Знакомый или хороший человек, давай с ним работать. Понятно. А на конкурсной основе можно будет... Может, на нашем сайте будет появляться информация о конкурсе? Конечно, конечно. Мы же это... Конкурс, это же открытая информация. Да, конечно. Хорошо, я понял. Спасибо. Спасибо за ваши вопросы. Пожалуйста, снова микрофон номер один. Прошу формулировать вопросы кратко, емко, потому что желающих уже много. И чтобы вы услышали как можно больше ответов. Микрофон номер один. Не тяните время, пожалуйста. Здравствуйте, Тони. Меня зовут Нейтан. Я живу из Перф, Австралии. После Дубайа, где находится Роддхук, Skyway Transport Australia, и в каких проектах вы будете работать с Роддхук после Дубайа? Короче, мужик из Австралии, из Перта, говорит, после того, как мы столько много слышали о Родде Хуки, на какой стадии находятся его дела? Австралия очень сложная страна для работы. Австралия – очень сложная страна для работы. Там все зарегулировано очень сильно. Допустим, то, что мы решили в Эмиратах за полгода, мы не сможем решить и за три года в Австралии. Поэтому в австралистном идет работа рекламного плана, информирование о том, что есть замечательный проект. Эта работа ведется, и вот Хуки ее хорошо выполняет. А вот с австралистным проектом, допустим, у нас было предложение сделать австралистный проект в университете. Флитман, как это? Да, да, да. Флитман или Флитман, как-то вот. Университет, да? Да, да, да. В Аделаиде. Какое поставило предложение? Вы постройте нам дорогу за свой счет. Но если нам дорога не понравится, вы должны ее снести за свой счет. Как вы думаете, мы будем такой адресный проект делать? Но он говорит, что, к сожалению, значит, я до всех переведу. Он говорит, очень жаль, да, в Австралии очень много бюрократии, тяжело работать, но все-таки есть ли шанс какой-то, что будет продолжена работа над теми конкретными адресными проектами, помимо этого, которые начинал в Австралии Ротхук? Да, ну, шанс же тут не от нас зависит. От меня зависит технология, а не реализация. Реализация зависит от других, от тех, кто продвигает проект. Понимаете? Так делайте эту работу. Найдите проекты. Найдите инвестиции. И мы реализуем проекты. Одно из предложений по Австралии еще 10 лет назад давал. Правительство Австралии дважды как бы озадачилось тем, чтобы построить скоростную дорогу Мельбурн, Сидней и Брисбен. Дважды. И даже платили 30 миллионов долларов за исследование. Там, кто выиграл тендер. Было сделано это исследование. Там даже упоминается струнный транспорт. Там говорится о том, что это такая интересная инновация, но пока еще ничего нет, поэтому мы ее не рассматривали. И выбрали проект скоростной дороги по японским технологиям. А когда посчитали, сколько это будет стоить, 8 миллиардов долларов, то прослезились и закрыли проект. И когда их cost was calculated, it was about 8 billion dollars, so they started to cry and close the project. Мы дали предложение, я давал, за эти деньги, 8 миллиардов долларов, построить кольцевую трассу вокруг Австралии. С двумя диагональными трассами. Это изменило экономику Австралии, подняло обе уровень, как автомобильная дорога кольцевая. Она разы в экономику подняла Австралию. И лет 10 жду ответа. Отправись из Австралии. От губернаторов там штатов. Ответов никаких нет. Ну что, мы бы должны навязывать. Мы не можем предоставить нашу технологию. Хорошо. Если вы посмотрите на другий тип проекта, вы посмотрите на биодиверсию? Веджи, ой, биодиверсия? То есть, если я бы хотел обратить на таблину отдельный проект, который в том, что он является хемпом, вы бы интересны в создании ваших протоктопов из хемпом? Значит, спрашивает, заинтересованы были бы ли вы работать на биотехнологиях? В частности, создание масел или, как я понимаю, дизельного топлива. В данном случае на основе... Конопли? Чего? Конопли? Ну, по-моему, конопли другого применения есть. Хемп has some other usage. Более эффективно. Нет, не заинтересованы. Нет, не заинтересованы. Мы заинтересованы вот, чтобы возобновляя энергетика, была зеленая энергетика. У нас технологии такие есть. И одна из таких зеленых технологий — использование энергии древнего солнца. С этим проблема в Австралии, кстати. Зеленые там пытаются закрыть все угольные электростанции в Австралии, потому что они сойдут проблемы с экологией. Мы можем эту энергетику изменить. И угольные электростанции не будут экологически вредны, потому что отходом электростанции будет виноград, яблоко, вино. Это будет отход. Потому что с угля и отходов сжигания мы бы делаем гумус почву. Потому что уголь — это древнее дерево. А дерево взяло энергию солнца. И все нужно для жизни из почвы. Поэтому это древняя почва, на самом деле. И у нас есть технологии. В том числе эту технологию сейчас разрабатывает фермер Юницкий, это его земля тут. 120 долларов. И вот эти технологии, они более интересны и более важны для Австралии, чем то, о чем мы сказали. Это то, что он думает. Второй микрофон, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Алексей, город Уфа, Россия, Башкортостан. Уважаемый Анатолий Эдуардович, вопрос такой. На сегодня получены сертификаты на некоторые виды подвижного состава. А получены ли сертификаты на саму струнную технологию? Я имею в виду опоры, рельсы, то есть сам путь. Спасибо. Большинство людей, инвесторов в том числе, не понимают, что такое сертификация. Вообще не понимают. И боятся сертификации какого-то страшного зверя. А на самом деле сертификация делается только на оборудование. Строительные сооружения никогда, нигде не сертифицировались и не будут сертифицироваться. Это эстакада. Это мост. Мост строится совсем по-другому. Там надо разработать проект моста, эстакады в соответствии с действующими нормативами. В данном случае это нормативы. С ним стоит на норму правила, мосты и трубы. И рассчитать эстакаду с учетом долговечности, строк службы не менее 100 лет, прочности, то есть любые нагрузки за 100 лет, ветровые, температурные, землетрясения, еще что-то от подвижного состава. Чтобы в конструкции напряжений были больше критических за 100 лет. И чтобы, третий критерий, чтобы ни один элемент конструкции не потерял устойчивость. Особенно сжатый элемент. Вот три критерия. Делается проект, и он согласовывается в государственных органах. Проходит экспертизу, а не сертификацию. Он проходит экспертизу, дается разрешение на строительство, как мы здесь строили. И строится объект. При этом, естественно, любой строительный объект должен строиться из сертифицированных материалов. Вот. Мы, естественно, используем сертифицированную арматуру. Что, думаете, мы ее в лесу нашли? Или струну. Она, естественно, имеет сертификатство. Вообще, это уникально. Вот, если струну взять, это обжатый канат К7, 7 проволок, с одной центральной проволокой. Диаметр 15,2 миллиметра. Диаметр, вот как мой палец, она выдерживает до разрушения 32 тонны. Представляете, 32 тонны держит, да? Он, естественно, сертифицирован. Мы используем бетон, который сертифицирован. Когда мы строили, мы, естественно, составляли все акты скрытых работ. Потому что можно же схалтурить и спрятать. Сказать, все нормально. Нет, есть акты. Можно проверить. Представительство, мы, естественно, сдавали образцы бетона и так далее. Если бетон не утворял, под требованием, то надо было конструкцию разрушать и новый бетон заливать. И когда построено, тогда созывается комиссия, она проверяет соответствие того, что построено, проекту. Если все нормально, подвисится акт и вводится эксплуатация. Потому что сертификация у нас только для чего нужна? Для юнибусов, это подвижный состав, это оборудование. Нужно будет для стрелочных переводов, для других элементов, где есть подвижные части, где есть машиностроение, а не строительство. Спасибо. Спасибо, микрофон номер три. Ты? Здравствуйте. Я Тимошенко Татьяна, представитель инвесторов из Греции. Хочу перевести этот вечер, заседание, как были, в творческий процесс. Для Анатолия Юницкого я написала стихи. В этих стихах отражается вся его творческая жизнь, все его напряжение, с каким трудом он достиг своего успеха. Разрешите, пожалуйста. Слушайте. 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 . Слушайте. . Слушайте. . Слушайте. . . . . Слушайте. . Слушайте. 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 примется в какую-то теорию, которая до сих пор не доказана и не отрицается. А вот сейчас обращение ко всем инвесторам и участникам Экофеста. Смотрите, перед нами стоит человек, который всю свою жизнь, больше 40 лет посвятил идее спасения планеты, идее спасения экологии. И разве такой человек не достоин лауреата Нобелевской премии? Но именно в области мира. Смотрите, мы помним двух президентов, Горбачева и Обаму, одному, который развалил Советский Союз и оставил людей нищими, дали Нобелевскую премию мира, а второму дали Нобелевскую премию и он пошел хромить арабские страны. Посмотрите, человек, который спасает планету, разве он не достоин Нобелевской премии мира? Я думаю... Спасибо. Я думаю, мы должны создать организационный комитет, подать заявку в Нобелевский комитет и поддержать... Все мы, инвесторы, должны поддержать эту заявку. Согласны? Я хочу встречно сказать пару слов. Вы знаете, что у нас общего с Эйнштейном у меня? Эйнштейн сначала был безработным. Его никто не хотел обратно работать. И он 7 лет проработал в патентном ведомстве Швейцарии. Я тоже начинал с патента, тоже как патентовед работал, изобретал и работал в патентной системе Советского Союза. И вот что вынес Эйнштейн, благодаря чему он создал теорию относительности? И что я вынес оттуда? Он сказал, я научился отделять зерна от плевел, то есть зерна от мусора. Я тоже научился этому. И поэтому я вижу многие вещи острее и лучше других. Потому что я вижу, где мусор, а где зерно рациональное. И поэтому именно к этому качеству я и придумал спейсвей, общепланетарное транспортное средство. Когда понял, что убьет индустрию человечества и биосферу. Два-три поколения будет точка невозврата. И я понял, что не надо, не только об этом говорить, но найти решение. Я его нашел, как это сделать. В общем, транспортное средство позволит вынести всю индустрию планеты в космос. А потом, что транспорт не должен убивать людей. Сегодня транспорт, только автомобиль, убивают полтора миллиона человек в год. 15 миллионов делают коллегами-инвалидами. Я придумал транспорт, который не будет убивать людей. Не будет отнимать землю. Вот благодаря этому качеству. Так что спасибо за идею. Спасибо большое. Получим Нобелевскую премию и вложим ее в развитие технологий. Придется поделиться с человеком. Там, ну как у вас, там это, 10 процентов, 20. Ну как там малая система. Но он все равно их тоже вложит в технологии. Ну, естественно, вложит. Микрофон номер два, пожалуйста. Бонжорно Белоруссия, бонжорно Италия, бонжорно Мондо, бонжорно Анатолий, бонжорно Майкл. Добрый день мир, добрый день технологии, добрый день Анатолия, добрый день даже я. Бонжорно, Джузеппе Карусо. Я инвестировал в SkyWay, я и моя семья, в ноябре 2017. В ноябре 2017 года он инвестировал, он и его семья, в технологии SkyWay. Он сразу же поверил в то, что восторжествует эта технология, потому что он сначала изучил жизнь Анатолия Юницкого. И он считает, что ваше видение будущего грандиозное. Он из Калабрии, это подошва итальянского сапога. В самом центре Средиземного моря, одного из самых красивых морей мира. Он надеется на то, что с помощью технологии SkyWay Италии и Калабрия смогут раскрыть миру еще глубже все те достопримечательности туристические, культурные, которые там существуют, и чего и Италия, и Калабрия достойны. И наш проект является средством достижения этого великой мечты. И тогда я, да инвеститарь, я становился промотой. Сегодня я был менеджер в SkyWay Invest Group. И в Калабрия мы промыли, вместе с моей огромной командой, и с другой университой Уни-Реги, две важные события. Один в Синополе, в феврале 2018, и один в Регио-Калабрия, в районе более популярной командой, в районе Калабрия, где были представлены и в районе Калабрия, и в районе политики, и в районе Калабрия. Он говорит о том, что из инвестора он постепенно превратился в человека, который продвигает этот проект. Он уже менеджер в СВИГе, в итальянском, и организовал уже два важнейших мероприятия по продвижению нашей технологии. Первое было в феврале в Синополе, а второе совсем недавно в Регио-Калабрия, в городе, самом населенном в данной провинции. Мы делали новость об этом, вы, наверное, читали. Эти политики и политики в мире сделали много аплазов, но я soy un emprenditor, и я знаю, что нам нужно и номеров, а также мечтать. Моя вопроса в том, что Анатолий, что номери должны иметь в Калабрии, что это одна регионная с 1.800.000 человек, что номери должны иметь в Калабрии, чтобы создать этот проект, чтобы создать этот проект, чтобы мы поделиться в политике, потому что мы должны иметь, Мы хотим, чтобы эта революция состоит из людей. Спасибо, Анатолий, спасибо, Белоруссия, спасибо, Италия. Я думаю, процентов 10-15. Чего ли, circa 10% della popolazione, bastarebbe per promuovere la tecnologia e avere un progetto locale. Сьямо all'1%, bel risultato in sei mesi. За 6 месяцев у нас уже 1%, неплохой, значит, результат за полгода. Спасибо, молодец. Он торжественно клянется от имени итальянцев к следующему экофесту довести это количество до 15%. То, да, проект будет. То, что такое количество сторонников может и правительство сменить. Такая quantità di partner avranno la posibilità anche di cambiare il governo. Вопрос от микрофона номер один, наверное, правильно? А, третий, я думал это третий, извините, микрофон номер три, извините, я думал это уже третий. Здравствуйте, меня зовут Роман, город Сумы, Украина. Анатолий Абдуардович, во-первых, огромное спасибо за все терпение, которое вы оказали, за те таланты, которые вы вели нас на вершину. И как в горах, когда вы поднялись с вашей помощью, открылась вершина уже на расстоянии протянутой руки. И встает вопрос, на горизонте встали горы второго и третьего ряда. Вопрос, что будет после пятнадцатого этапа, то есть продвижение адресных проектов, будет ли параллельным продуктом, который мы можем продвигать в рамках наших структур и получая за это, например, реверание? Первый вопрос, будет еще второй. Будут другие проекты, адресные проекты. Ну, во-первых, технопарки надо еще сделать в Эмиратах. Проектство тоже придет, но когда технологии приходят, допустим, крупный инвестор, он первое, что говорит, надо избавиться от этих. Всех акционеров. Слишком много. Но, естественно, они соглашаются на эти условия. Потом лучше мы самим зафинансировать технопарки там. Я говорил об этом, да? А не взять крупного инвестора. Поэтому эта работа будет продраться дальше. Потом у нас начинается более сложный проект. Это гиперскоростная система. А потом еще планетарно-транспортное средство. На этот проект надо где-то 2 триллиона 600 миллионов миллиардов долларов. Только на научно-сельской опытной конструкции работы по ОТС. Там порядка 100 миллиардов долларов только на эту работу. Там будет финансировать все человечество, естественно, эту работу, чтобы спасти себя и своих детей и внуков. И параллельно будет делаться огромное количество проектов адресных. И там, естественно, надо их финансировать. Но, скорее, это будет зафинансировано через криптовалюту. Через токены, скорее всего. И там та схема, которая сейчас есть в Крадо-Веснике, не очень подходит. Я уже говорил, что до нас вот сюда доходит половина инвестиций. Что значит половина инвестиций? Если мы будем так финансировать, допустим, проект, значит он станет в два раза дороже. Значит его окупаемость будет, допустим, не там 7-8 лет, а 15-20 лет. И кто-то туда пойдет как инвестор. Поэтому схема MLM финансирования, когда вот это, да, реферальные эти все вещи, не очень подходит для финансирования адресных проектов. Там надо систему менять. Но возможность за возрождение участвовать, ну, только там должны быть такие другие проценты. Поэтому эта работа, я думаю, не прекратится никогда. Она будет всегда. То есть это будет в рамках того же сайта, той же структуры? Нет, это будет меняться. Это же опять, это не мы делаем, это делают инвестиционные фонды. Они должны перестроиться. Если они не перестроятся, то будут другие фонды участвовать, а не эти. То есть это будут новые компании, новые сайты? Нет, зачем? Если они будут делать правильно, как это, зачем нам другие? Но если они не перестроятся, то другие будут это делать. Понятно. Хорошо. И второй вопрос. Вы знаете больше нас, идите дальше, потому что вы, собственно, источник всего. С вашей точки зрения, когда будет первый рейс ОТС? Рейс? Первый. Первый рейс, когда поднимется ОТС? ОТС, значит, я разработал бизнес-план. Потом, кстати, эта работа сейчас ведется, я уже некоторые вещи могу сказать. По той же схеме, как краудинвестинг, есть оценка индивидуальной собственности на ОТС. ОТС, это дело независимо от оценочной компании, опять же, это не я делал, да. Это оценка 9 триллионов 600 миллиардов долларов. То есть, это потом индивидуальная собственность будет капитализироваться, потому что ОТС где-то оценивается в 2 миллиарда 600, 2 триллиона 600 миллиардов долларов. И эту работу в бизнес-плане, она прописана на 20 лет. 2038 год, старт ОТС. То, что оценка такая большая, может показаться странным, как это, 9 триллионов, почти 10 триллионов, да. А на самом деле это не так, потому что только один рейс ОТС даст эффект в 100 триллионов долларов. Поясню. Сегодня груз доставляет в космос с помощью ракеты. Стоимость доставки тонны груза в космос более 10 миллионов долларов. Если вас доставить в космос, то считайте, что мы сделаем вашу статую из золота. Цена будет примерно такой. 10 миллионов долларов за то, ну, как там можно индустрию создавать, какие заводы, да. А теперь, представьте, мы сделаем ОТС, и стоимость доставки будет менее 1000 долларов за тонну. Менее, а в перспективе будет ноль стоить, потому что при доставке большого количества грузов, мы используем энергию груза и вырабатываем электрическую энергию, и ОТС будет гонерить электрическую энергию и давать прибыль, а не тратить, ну, не расходы, да. Так вот, за один рейс можно вывести 10 миллионов тонн грузов. И экономический эффект на тонне груза – 10 миллионов долларов. Умножьте 10 миллионов, 10 миллионов, получится 100 триллионов долларов. Эффект от одного рейса, а рейса может быть 1000, потому что срок службы на 100 лет ОТС. Первый рейс мы увидим где-то лет через 20, вечерочно. Спасибо большое. Спасибо, микрофон номер один. Спасибо, микрофон номер один. Спасибо большое. У нас вот еще, я стоила красота. Мы д Rings今日 об lagлушил faith. Я так понял, что тут больше ко мне был вопрос, что англоговорящие инвесторы Находятся в некотором недоумении, потому что не понимают всего, что здесь происходит И не могу ли я для них тоже переводить Я боюсь, что если я буду все переводить, то это затянется на несколько дней Мне кажется, мы организовывали переводческие все услуги Наверное, что-то куда-то не обратились Но где-то там переводчики должны быть Но здесь, наверное, должны были переводчики Просьба тем, кто занимается организацией мероприятия Что-то помочь, подсказать, каким образом прибегнуть к переводческим услугам Вот в группе товарищей, которые обратились Кто-нибудь слышит меня? Что там? Хороший звук Спасибо You must have studied all the preliminary materials Микрофон номер два Галина Савинич, город Москва Уважаемая Анатолий Эдуардович Вы неоднократно говорили о том, что вы уже получили некоторые адресные проекты Скажите, пожалуйста, готова ли проектная документация для этих конкретных проектов И способны ли производственные мощности Skyway обеспечить строительство этих проектов И хотелось бы на вашем сайте как можно больше информации о конкретном производстве Сколько, например, вагонов может построить Skyway в год Будет ли создана промышленная корпорация, которая будет изготавливать двигатели, сталь, подшипники, железобетонные изделия Или вы будете по-прежнему ориентироваться на смежников? Спасибо Это закрытая информация Если мы хотим разрушить бизнес, нет проблем, мы можем все опубликовать После этого можно по домам расходиться Бизнеса не будет Поэтому есть адресные проекты, документация делается Но какие проекты мы говорить не будем сейчас Какие сайты мы ничего опубликовать не будем Потому что тогда вы меня же обвините в том, что я бизнес разрушил И ваши инвестиции были потеряны Вы же меня обвините Поэтому мы даем дозирную информацию То, что можно сказать Но когда мы начнем строить, вы узнаете, не переживайте Когда мы начнем строить, а не проектировать Потому что на этой стадии уже еще можно помешать А когда строительство, уже никто не помешает И естественно, у нас есть достаточно силы, чтобы начинать адресные проекты И не один Потому что вначале не надо много кадров Это по мере развития И развивается кадровый потенциал Я еще раз говорю Три года назад я был один в компании Можно было не браться за все И сказать, да это же мы никогда не сделаем И мне так и говорили Да это невозможно сделать Где возьмете конструкторов? Где возьмете деньги? Где? У вас ни поддержки, ни помощи нет И посмотрите, все есть Три года Так вот, любой проект Вы что, пришел и за ночь его построил Палочка взмокнул волшебно И проект появился Это те же три года Минимум За три года будет все создано, что необходимо Для этого и других проектов И производственная база У нас есть уже базис, основа И тиражировать это все Это не проблема У нас есть проектное мощное подразделение Лет через пять, я думаю В этом подразделении будет работать Не менее 10 тысяч человек 10 тысяч Чтобы делать тяжественные проекты Десятки в разных странах Потому что Очень много работы Проектных будет Представьте, расставить все опоры Сделать трассировки Гидезия, геология Спроектировать станции Это вокзалы И так далее Автоматические системы управления Подвижной состав И параллельно будет развиваться Производство Естественно Поэтому нет проблем С реализацией большого количества Проектов Которые мы можем начинать сегодня Что мы делаем? Спасибо большое Микрофон номер 3 Верясов Сергей Город Красногорск Некоторое время назад В одном из репортажей О Гиперлуп Илона Маска Вы говорили о том Что это очень опасный транспорт Нужны переходные шлюзы И при мельчайшей трещине Все пассажиры погибают И вот в последнее время Все чаще и чаще Появляется информация о том Что вы создаете свой Такой транспорт Такого типа Что-то изменилось Или вы нашли решение? Спасибо Тип тот же Но транспорт другой У нас колесный транспорт На остальные колеса Но это же не трамвай Поэтому я критикую В данном случае решение Которое в Гиперлупе Илон Маск уже отошел оттуда Те решения Которые показывают Это бред Это детский лепет Это даже не инженеры Это дети рисуют Они даже не понимают Представляете Допустим Показывают там вагончик И дверь там шириной Я не знаю На несколько кресел Там 2-3 метра Высотой 2 метра У этой двери Площадь 5 квадратных метров Когда он Войдет в вакуумную трубу Внутри Это атмосферное давление Там люди А снаружи вакуум На эту дверь Будет нагрузка 50 тонн Вы можете представить Обвес железнодорожного вагона Они рисуют там Там с фанерхи Какие-то Да какие замки Там все полетит Слава Богу Сломано Я это критикую А не вакуумную трубу Космонавты же летают в вакууме Вы на самолете летели Там уже разрешение Но если самолет потеряет герметичность Вы все погибнете И я погибнусь И буду лететь Потом не вакуум надо бояться Не трубы А неправильных технических решений И у них Много вот таких вот Нерешенных проблем Они даже об этом не думают Даже не говорят об этом Одна из проблем Вот они Хотят И в Дубае уже Вроде строят тестовый участок 6 километров Говорят Мы хотим построить Дорогу Высокослуг Гиперлуп Дубай Абудаби И нас Министерство транспорта Эмирата Попросило сделать анализ Сравнение Вот есть Гиперлуп А есть Скайвей Что лучше Мы сделали такой анализ И приставили туда В правительство Сравнение Вот для этой трассы Гиперлуп Где скорость 1200 км в час Как они говорят И Скайвей Где расчетная скорость движения 450 км в час И Прононизировали По времени По затратам денег Энергии И так далее Так вот Пока Они будут садиться В этот Модуль Пока они попадут В шлюз Пока из этого шлюза Откачает воздух Закрыв там Отсеки Потом Пока они Откроют Вход трубы И попадут в трубу Мы уже половину пути проведем И оказывается Что мы приедем Быстрее Гиперлупа Из Дубая В Абу-Даби На 10 минут Так зачем скорость Это нужно Чтобы в 10 раз дороже Больше денег Заплатить Чтобы в 10 раз Был дороже билет И опять же я посчитал Какая у них мощность двигателя Они тоже этого не делают Так для того Чтобы разгоняться С ускорением Как они говорят Там метр Даже секунду в квадрате В конце Разгон Это примерно Средина пути Мощность двигателя С учетом потерь Достигнет 10 тысяч киловатт Иначе Они просто Не раздают Вот скорость Сколько 10 тысяч киловатт Даже если там будет Хороший электропривод Там потери Будут 10% И представьте Что Тепловыделение В модуле Будет Тысяча киловатт Да все Пассажиры Просто Сварятся В крутую Или в смятку Не знаю За несколько минут Кстати Тысяча киловатт Тепловой мощности Они не заморачиваются Как отводить Это тепло Они даже об этом Не говорят И не думают Там столько У них нерешенных проблем А у меня Недавно решены Эти проблемы Все эти Инженерные проблемы Решены Поэтому мы делаем Другую систему Это другая Если взять Моя монография Она там тоже По-моему Есть в музее И открыть Там я не помню Какая страница То на самом деле Вакуумную трубу Описал я Это было 40 лет назад Она в монографии Нарисована Это картинка Высокоскоростная Вакуумная труба Лондон Нью-Йорк По океану Можем идти через океан Независимо от глубины Это дешевле Чем по суше Потому что труба Делается с нулевой плавучестью На глубине 100-200 метров И корится К дну Так это описано 40 лет назад Еще компьютеров не было Там акварелью Рисунок нарисован Так при чем Илон Маск К этой идее Но тогда я понял Что это преждевременно И поэтому Стал первым этапом Вот этой идеи Потому что это Очень сложное направление Это с КВ Стал Когда с КВ Уже встал Более-менее на ноги Уже можно говорить Об этой скоростной системе Тем более Илон Маск Приделает большую работу Спасибо ему Рекламирует Фактически мою идею Молодец Спасибо Спасибо большое Успехов вам И нам во всем Спасибо вам За вопрос Господа В три часа Начнется обед И с вашего разрешения Мы так же Вместе с вами Отобедаем Поэтому времени Остается не так Много Пока вы думаете Над вашими вопросами Следующий будет Микрофон один Здесь для Анатолия Эдуардовича Есть небольшой Сюрприз Может подкрепитесь Обед еще Через 20 минут Башкирьевские команды Хотим подарить Как Башкирия В Южном Урале Один остался Без метра Без метра Без это Вот ждем уже Скайвей Божественный час Когда наш президент Слышит От этой Трибуны И Будет строить Первое Скайвей Спасибо Спасибо Вот наш мед Тоже как Скайвей Весь мир знает И наш Башкирский мед Во всем мире Любит Мы хотим В отцов Я знаю Башкирский мед Он очень вкусный Когда я жил в Москве Я его все время покупал Этот мед У него микрофон Спасибо Классный мед Я очень люблю мед И чтобы вы знали У нас здесь около 107 пчелины У нас есть тоже свой мед Очень вкусный Тоже как-то в гостинице Спасибо Спасибо большое Мед наверняка Очень вкусный Я догадываюсь Микрофон номер один Здравствуйте Я из Кыргизии У меня вопрос такой Почти здесь задавали Этот вопрос Соштишно Но тем не менее Хочу уточнить Я с 15 года с вами Уже вот завершаем Строительство Экотехнопарка Это хорошо Переходим Переходим К адресному проекту Если крупный адресный проект Уже заказ будет У нас завод По изготовлению Выпуском Транспорта Скаве Есть или нет Парасово можно ответить Я уже отвечал На этот вопрос Сегодня нам нужен завод Который выпускает Тысячу юнибусов Кому они нужны Тысяча юнибусов Вот стоит Знаете Огромные деньги Чуть ли не миллиард долларов Поэтому в этом Нет необходимости У нас есть Опытное производство Которое Мод выпустить Сотню юнибусов В год Но это сотня Даже юнибусов Поедет только через 3 года Нельзя быстрее Сделать любой адресный проект Потом По тем адресным проектам Которые мы уже Подписали документы И начинаем реализацию Будут создаваться Свои производства Если у нас Допустим Есть в работе Проекты Где надо возить Контейнеры То зачем нам юнибус Там нужен контейнер ввоз А не юнибус Он у нас тоже спроектирован Причем в тропическом исполнении Который может ввести Контейнер Длиной 40 футов И весом 35 тонн На базе этого контейнеровоза Мы спроектировали Уже у нас тоже такая машина есть Для перевозки сыпучих грузов В тех же Эмиратах Вот взят Дубай Или Абу-Даби Они в год Расходуют около 100 миллионов тонн камня Кстати сколько они небоскрового построили Это же бетон Там же нужен щебень Песок Цемент Поэтому надо возить 100 миллионов тонн Материалов Так у нас такая машина есть И один из проектов в работе есть И мы его реализуем за 3 года В том числе там будет необходимое количество Подвижного состава Для этого проекта Есть проекты Где нужен пассажирский транспорт У нас тоже есть документация На этот подвижный состав На путевую структуру На опоры Уже что-то есть Как только пойдет финансирование Мы начинаем эту работу А без финансирования Ну какой смысл что-то делать Это же бессмысленно Но мы готовы к старту Мы на низком старте И стартуем сейчас В сентябре фактически мы стартуем Эмират Спасибо большое Еще остается какое-то время у нас Давайте микрофон номер 2 Анатолий Саша Король Гумель Беларусь Земляк Вам привет Из Гумеля Каждое утро Про хозяина Звездного мира Бывшего Его же отняли Это здание у нас отняли Да Старая конюшня Князя Я думаю у вас о том Что столько энергии Не жалею Ни сил Ни денег Ни здоровья Ни семьи Я семью жалею Я Они не страдают Наоборот Мы спросили нам Людям Дела не в деньгах Конечно Я пришел С самого начала 2014 года Слышал До этого Мне 55 лет Слышал У нас 2014 Молодой еще Нормально Я когда дед Сен-Звездный мир Мне было 40 лет В 88 году Ваш репортаж Смотрели Безракетного космоса На лухарях На аэродроме Здравствуйте Михаил Я хочу пожелать Мне вопросов нет Хочется быстрее Освободить Экологию Да Все люди На всей планете Жили Здоровья Моя счастье Спасибо И я тоже хочу Прокомментировать Это Вот понимаете Как сталь делают Очень хороший Был вопрос Спасибо вам большое Как делают прочную сталь Накалили И потом в холодную воду Тогда она действительно Хорошая сталь Поэтому То что было со мной Эти проблемы Трудности У меня 7 раз Отнимали все До нуля 7 раз Заводили уголовные дела Арестовывали Сажали в каталажки Выгоняли из стран Два Лишали гражданства Российского И так далее Придавали друзья Партнеры И так далее И вы знаете Я хочу сказать всем спасибо Как та сталь Которая закалилась Спасибо им всем Без них Не было бы того Что сделал Так что все нормально Все хорошо И мы дальше Будем двигаться Независимо от того Как нас будет давить Не понимать Третьировать Выгонять Мы еще будем Сильнее идти вперед У Гафта Есть эпикрама На этот счет Любимая Анатолия Дударовича Можете найти В интернете И прочитать Анатолий Дударович Сказал Что она абсолютно Точно выражает В отношении Спасибо Всем врагам Микрофон номер 3 Здравствуйте Ирина Скадорова Беларусь Эксперт Skyway Capital Я дошла Моя очередь Но я хочу Уважительно Передать В свою очередь Гостю из Венгрии И оставить Один крошечный вопрос Анатолий Дударович Не секрет Что все сильные Миры всего Пользуются Не так Может Ну оглашая Это Астрологов Подлеслива Когда-либо И что вы можете сказать По этому поводу И микрофон Отдам гостю Из Венгрии Нет Не позже Но иногда Гадал Ну могу рассказать Об одном гадании Это было По-моему 2000 год Нет Даже нет Возьметы Было очень тяжело Я познакомился С девушкой Которая была Моложе Меня на 30 лет Я помню Мы шли с ней Как-то Мне было 50 лет И 20 лет Шли по Арбату И смотрю Гадалка Я подхожу И говорю Погадайте мне Она стала гадать И почему-то Стала говорить Не обо мне А о девушке То, что она станет Моей женой То, что она Через 18 лет Станет Бизнесвоменом Ну Известной Лея Это, так сказать Бизнесменом Что она родит Двух детей Мне Это произошло Ну Это не астролог Это не гадалка Не знаю Как она Или Может меня Запрограммировал На это Ну Хорошее Программирование Добрый день Меня зовут Ласслой Я юбилен Трагина Спасибо. Обудömi Műszaki Egyetem végzés hallgatója volt, és a SkyWay-technológia elemzéséből írt egy dolgozatot. Хотел бы вас представить мою дочку, она за твои умения взади, она в Бетонграду окончила технический университет, и она своей дипломной работе затронула проект SkyWay. Эта dolgozatot ötösre értékelte a bizottság, és a megvédés is, tehát megvédés is kitönőre kitönőt kapat. Она свою дипломную работу написала на отлично, ее работу признали прекрасной. Эта дипломная работа называется «Возможность использования в технологии SkyWay проектменеджмента». – Молодец! – Хорошая тема! – Энек egy eredeti példányat szeretnénk önnek átadni, és szeretném bemutatni mellettem szivóságot át, aki инвестор, és mérnök, aki ezt a dolgozatot megírt át. – И я хотел бы передать вам – один экземпляр – дипломной работ, и пазать вам руки. – Спасибо! – А на ком языке? – На ленгерском написано. – К сожалению, я причесть не могу. – Спасибо! – Спасибо! – Поздравляю! – Молодец! – Спасибо большое! Значит, у нас остается порядка 15 минут, еще успеем, наверное, три вопросика. Микрофон номер один! – Hello! – Dear participants and guests, I am honored to be among you. And first, I would like to thank all of you who are attending. And I will be brief with one question. – Did you have a conversation with Bulgaria about the address project or projects? And best records from Bulgaria? – Thank you! – Поздрави от Bulgaria! – Благодарю! – Thank you! – Значит, это приветствие, во-первых, всем гостям и кофеста из солнечной Болгарии. А вопрос таков, есть ли у нас какие-нибудь адресные проекты в Болгарии? Какая работа вообще ведется? – Нет, работа ведется, но пока тоже нет смысла оглашать это. Да, и по Болгарии тоже ведется работа. – Мы уже проверили неоднократно, как только мы говорим о каком-то адресном проекте. – Туда приходят сотни писем возмущенных граждан. – И эти письма везут наши недобросовестные конкуренты. – О том, что вот жулики хотят вас обмануть. – Гоните их подальше. И, естественно, какой тогда, может быть, разговор о проекте? – That is why it is too early to tell. – So it is not possible to speak of Bulgarian project. – Я уже говорил, что мы работаем в самой такой сложной и коррумтированной отрасе, как транспортной. – Because we work in most difficult and corrupt industry – transport. – Вы что, думаете, в Литве просто так все произошло? – Do you think that all that happens with us in Lithuania was just a matter of chance? – Вот представьте, что был проект и лоббировал этот проект Сименс соединить все столицы прибалтийских республик скоростной железнодорогой. – Сименс had a project of connecting all the capitals of the Baltic Republics with high-speed railway. – И стоимость этого проекта – 20 миллиардов евро. – And the project cost was 20 billion euros. – И вдруг объявился инженер Юницкий, который говорит, а мы бы это сделали, SkyWay проект, за 2 миллиарда евро. – And then a certain Юницкий comes up and says that I do the same with SkyWay for 10 times less. – Кто же захочет терять 20 миллиардов евро? – Потому кому это выгодно, ну, понятно. – So, it is obvious, who stood behind all this. – Thank you. – Микрофон номер два. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Вам большое благодарность из Монголии. – Очень много людей благодарят вас за такой грандиозный проект. – Ну, кстати, у нас для Монголии много проектов. – Я так и думаю. – Спасибо. – И у меня один маленький вопрос. К сожалению, вы обратились не по адресу. Перед вами выступает инженер Юницкий, который не продает никакие акции. И не занимается инвестициями вообще. Поэтому этот вопрос задавайте мне и не здесь. А как будет выглядеть эта сеть SkyWay интернет и SkyWay сеть телефонов, вшитых в дорогу? Это очень интересный вопрос. Когда я, ну, уже лет 30 я пропагандирую SkyWay, тогда он назывался струнный транспорт Юницкого, и когда приходишь к заказчику, рассказываешь о том, какую прибыль даст проект, и говоришь, что мы можем зашить линии связи, оптоволокно в рельс, мы можем зашить линии Т-передач, и вообще весь интернет может уйти вот сюда, и спутники не нужны. Так? Вся связь, там, телевидение и так далее. Так там мне говорят, слушайте, а зачем ездить? Оно и так все окупится. Только за счет связи. Поэтому это очень важное направление. И мы во всех трассах зашиты линии связи, которые будут тоже давать доходность, прибыльность проекту. Потому что мы можем продавать не только пользу сами, да, связи для управления подвижным составом, там, станцией, вокзалами, инфраструктурой, ну и продавать услугу связи другим. И также услуги, вот более электрическую энергию, генерить самими и продавать. Это я правильно поняла, что будет такой открытый Wi-Fi и на улице, и везде? Нет, я не совсем то сказал. И о том, что вы говорите как пользователь, а я говорю как инвестор, что мы можем зарабатывать на том, что у нас будет связь зашита и будет услуга. А вот как ее пользоваться, это уже будет компания заниматься этим. Как сейчас там телекомы всякие, там, я не знаю, Билайн и прочее. Естественно, и Wi-Fi будет, и не только Wi-Fi, потому что взять информацию с сети, которая рядом, несложно. Это же ближе, чем сотовая связь, да? Или чем спутник на высоте, там, 30 тысяч километров на гейсинхронной орбите. Спасибо большое за ваш вопрос. Приближается время обеда. Последний вопрос к третьему микрофону. Все вопросы, которые у вас остались, неотвеченными, не расстраивайтесь. Завтра начинаются конференции инвестфондов, и ваши лидеры смогут на все их спокойно ответить. Мы же объявляем последний вопрос к создателю технологии Skyway Анатолию Юницкому. Привет, Великобритания. Привет, Великобритания. Привет, Великобритания. Спасибо большое. Он очень взволнован идеей Skyway и был, и остается. Ему очень нравится, и точно так же его волнует Экофест Skyway 2018. The question I want to ask, many prospects, when we meet them, they ask, when will they start getting money, when they invest in Skyway? What is our best reply? Значит, очень часто спрашивают, вот те, кто вложили деньги в Skyway, когда получат, скажем так, обратную связь, когда получат свои дивиденды, скажем так? Какой самый лучший ответ на этот вопрос? Опять же, это вопрос не по адресу. Перед вами вступает сейчас инженер Юницкий. Поэтому я отвлечу никакие бизнесмена, как инженер. Самый прибыльный проект, куда вкладываются инвесторы, это Эко-технопарк. The most profitable project so far is the Eco-technopark, where you are now. Просто многие инвесторы этого не понимают. But very many investors do not understand it. Они говорят, давайте какой-то адресный проект сделаем. Давайте что сделаем? Сделаем адресный проект. Допустим, Лондон, Париж. Правда, 20 лет будем продавать билеты, не меньше 100 миллионов штук. Чтобы потом получать какой-то доход. Поэтому вложение в адресный проект – это долгоиграющее вложение. That is why investments in targeted projects are long-term. А теперь представьте вложения в Эко-технопарк. Сюда можно немного денег, я говорил сегодня. И вот приезжают заказчики. Говорят, ну круто. Нам нравится. Давайте у нас строить. Подписываем контракт. Нет проблем. Давайте подписываем. Платите авансовый платеж. 10%. А от миллиарда – это 100 миллионов долларов. И мы окупаем это за один день. А не за 20 лет. Так этот процесс пошел. Вы просто-то не видите. Я же говорил об этом сегодня. И то, что криптовалюта – это уже пошла-то отдача. То есть, обратный выкуп там, и токены. Это уже пошел процесс получения дивидендов. Уже все работает. А если мы вложили там, допустим, те же 50 миллионов долларов в какой-то адресный проект, то мы бы, во-первых, не построили, у нас бы не было базы, у нас не было проектировщиков, конструкторов. У нас бы ничего не было. И заказчик бы сказал, а как вы можете построить, у вас ничего нет. И говорят, да не надо нам ваш проект. И отказали бы. Поэтому я выбрал единственный правильный путь. Вот то, что вы видите. И это самый привильный проект. Так вот еще более привильный проект. Бояются в Эмиратах сейчас. Которые уже сегодня начинают окупаться. Я говорю, нам дали землю, у нее стоимость 750 миллионов долларов. Так это же инвестиции, нам подарили эти деньги. Это вот это срабатывает. Вот это все сработает. Ваше вложение вот сюда. Это 750 миллион долларов в Америке. Вы не понимаете, это инвестиции. Это инвестиции, это инвестиции, который принадлежит к всем партисментам. Это было уже грустно сегодня. Абсолютно. Он сказал, как? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...